попросите ваших друзей назвать столицу швейцарии предположу что большинство из них назовет женеву или цюрих но не 1 и 2 не является столицей я в швейцарии был много раз и при этом ни разу не был в столице дело в том что официально в стране столицы просто нет и сегодня как раз самое время отправиться в город который выполняет эту функцию берн 5 по величине швейцарский город является столицей только де-факто то есть юридически это никак не подкреплено столицы же его называют чаще всего потому что здесь находятся все важные структуры здания парламента правительства и национальный банк а также берн считается первым населением после которого и начала расширяться вся швейцария название этого города впервые упоминается в 1208 году есть несколько версий о том откуда оно пошло одна из легенд гласит что название города пошло от первого убитого здесь зверя этим зверем как несложно догадаться был медведь созвучно с английским бр медведь но это все догадки народа лингвисты же утверждают что у данных слов абсолютно разные корни но при всем при этом символом города является мишка и он же украшает герб кстати встретить в берне медведей в наши дни вполне реально они живут на дне рва в парке берн грабин другая же версия которая мне кстати больше нравится гласит о том что название города произошло от видоизмененного названия города верона так как бернская знать имела родственные связи с веронскими феодалами но наиболее вероятной считается версия о том что название произошло от кельтского брен что значит гора или брена то есть расщелина город построен на песчаниковом хребте который с трех сторон окружена рекой ары протекающей через долину внешний вид местных сооружений сумел сохранить образ города 17 века что позволяет окунуться в атмосферу тех лет именно благодаря тому как берн соединил в себе изыски прошлого и нововведения настоящего он вошел в список объектов всемирного наследия юнеско мост в северной части города по которому я каждый день шел из своего отеля в историческую часть города также являлся старейшим проектом мостов высокого уровня с начала 18 века его длина 355 метров высота 48 одно из самых очаровательных мест города альтштадт он же старый берн здесь мощеные улицы и аркадные здания которые во многом сохранили свой первоначальный облик многолетней давности одна из изюминок города его фонтаны старом городе находится огромное множество старинных фонтанов которые были построены в период позднего средневековья украшены они скульптурами из библейских сцен и городских легенд всего в городе более ста фонтанов в бернии есть известный винный и кофе бар клостерли вайн кафе считается архитектурно значимым из-за сочетания сельских и городских стилей середины 18 века здесь предлагается ассортимент вин которых более ста а знаю тот факт что швейцарские вина производится только для употребления его на территории страны имеет смысл воспользоваться возможностью попробовать местные вина именно здесь пока вы гуляете по городу самом сердце берна находится одна из самых известных швейцарских достопримечательностей часовая башня цит глоге представляющая собой постройку 13 века каждый час за несколько минут до того как минутная стрелка сделать полный оборот на часах начинает барабанить шут а также включается музыка когда же минутная стрелка завершает круг то появляется бог кронос и медведи и такое мини спектакль происходит постоянно созданы эти часы были в 1530 году швейцарским мастером немецкого происхождения каспаром бруннером а как известно швейцарцы умеют изготавливать лучшие часы началось все с запрета людовика 14 в 1541 году носить драгоценные металлы тогда в женеве была создана гильдия часовщиков куда пошли работать лучшие мастера они же занялись изготовлением уникальных качественных часов которые могли бы заменить украшения стильненько современненько вот это самое важное место в принципе кроме этого места больше ничего не важно после прогулки по старому берну стоит также заглянуть в парк розенгарнтен который располагается на вершине холма позволяющий любоваться городом свысока здесь в саду находится более 200 сортов роз а также ирисы и другие растения в берне с 1903 по 1905 годы жил альберт инштейн а именно проживал по адресу крамгассе 49 где сейчас можно обнаружить музей квартиру здесь ученый жил не один а со своей женой и сыном и писал статьи по физике он также преподавал в бердском университете но в образование я углубляться не буду потому что для этого вы можете зайти на наш второй канал с maps education где мы рассказываем про зарубежное образование а на сайте 3ws maps точка ру вам помогут подобрать школу колледж университет или языковой лагерь за границей если вы любите искусство то вам понравится центр пауля клея выставочный комплекс в котором можно пребываться работами немецкого художника сам по себе центр снаружи тоже привлекает внимание он выполнен в волнистой форме но если здешних картин вам будет мало то можете отправиться и в музей изобразительного искусства который открыл свои двери еще в 1879 году в коллекции 3000 картин и скульптур а также около 50 тысяч фото гравюр и эскизов возможно самое известное здание в старом городе и в берне в целом бернский мюнстер также известны как бернский собор или собор святого винсента собора является крупнейшей церкви в швейцарии позднего средневековья и он сыграл жизненно важную роль в общем развитие архитектуры города архитектура собора представляет собой позднюю готику в искусстве выделяют раннюю зрелую и позднюю готику или пламенеющую готику это особый период когда архитекторы дошли до высшего уровня мастерства в деталях и декоре собор представляет собой трехнефную базилику с колоннами которая строилась с 1421 по 1893 год когда было завершено добавление восьми угодных верхней части и ажурного шпиля обязательно обойдите собор со всех сторон его западная часть богато украшена скульптурой теперь же это копии в тимпане изображен страшный суд а на боковых стенах картины падения и благовещение и здесь маленькая рекомендация у бернского собора находится терраса вся засаженная деревьями отсюда открывается прекрасный вид на долину ар и если вы сможете подняться по 254 ступеням башни вид на город будет просто потрясающим еще одно здание откуда открывается отличный вид бундесхаус или здание парламента она также стоит на краю возвышенности над рекой аары само здание выполнено в стиле ренессанс центральный блок с куполом содержит две палаты швейцарского парламента места заседания национального совета и совета штатов в восточном крыле и западном крыле находятся различные федеральные агентства и федеральная библиотека все это место открыто для посетителей доступ немного ограничен когда парламент заседает вокруг площади расположены кафе магазины и здания в стиле ренессанс а также музей банкнот сразу за ним находится маленький редут популярная смотровая площадка в берне с картой на которой указаны важные места рядом с этим старым строением расположенные сады и памятник оскару бидеру совершившему первый полет над альпами в 1913 году в ролике я несколько раз упоминаю реку аары она является неотъемлемой частью берна это кристально чистая бирюзовая вода сформировала жизни ландшафт города река красиво круглый год и притягивает местных и туристов как только температура повышается местные начинают купаться в реке на берегу также есть несколько открытых бассейнов варе популярен рафтинг и гребля на каное а посмотрев на город с воды под другим углом вы получите невероятные впечатления